А пациенты Омской детской больницы номер 3 жалуются на грязь и холод в лоротделении. По словам людей, анализы хранят на грязном окне, везде насекомые. Почему врачи не боятся лечить детей в таких условиях, и как чиновники объяснили ситуацию, расскажет Юлия Боброва. Плесень, везде грязь, пыль. Ребенок всем этим дышал. Хотя там должна быть идеальная чистота. Там не кварцуют коридоры. Лед на окнах, плесень на стенах, грязное белье. Это видео из детской больницы в Омске. Его сняла Амичка, которая несколько дней пролежала в одной из палац с ребенком. В течение недели нам не меняют это постельное белье, хотя оно все в лекарстве грязное. На мое, например, у вас на раковинах налет в 3 сантиметра. Мне заведующая и санитарка сказали, ну это же туалет, здесь так и должно быть. На неудовлетворительное состояние этой больницы жалоб много. В основном родители маленьких пациентов пишут их в сети. Однако, как нам удалось выяснить, врачи и сами не рады, что оказались в таких условиях. Говорят, дело в том, что больше полувека назад здания возвели с нарушениями. Скоро должны переехать в новый корпус. Но до переезда закрыть учреждение нельзя. Поток маленьких пациентов слишком большой. Что касается грязного чего-то, белья или пола, это я могу сказать, даже объективно у нас буквально месяц назад была очень большая проверка, где брались и смывы воздуха, и смывы со стен, смывы приборов, аппаратов. То есть, все было стерильно. Мы проведем служебное расследование, и это все будет зарезумировано в решении аппаратного совещания, будут приняты соответствующие меры. Здесь не волнуйтесь. Тех, кто допустил грязь в отделении, обещали наказать, а также в ближайшее время решить вопрос с отоплением. Юлия Боброва, Александр Лысак. Новости здесь, Омск. Юлия Боброва, Александр Лысак.